всем привет это проект беседка в культурном центре белые облака я в белом чтобы контрастировать с темной музыкой которая будет сегодня у нас эта группа и во смотрим и слушаем отпусти на фону не сбойся с плеч не удержать тебя не уберечь я хочу остаться но должна гореть я рассматриваю слова отпусти на фону не сбойся с плеч такое кажется что навсегда такую кажется что не сломать имя для него твое сейчас как битое стекло или стрёмный тень иногда земля в огне но ты решаешь ждать и льется река и слез но я раскрываю и 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Береги свою кровь, свое имя, береги местам Побудь со мной, побудь со мной Откуда на тебе такие шрамы? Ты случайно мне расскажешь, где ты? И что-то небо было черным, а печаль был привычный для сына Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так что однажды мы пересечем этот океан Может тут случится так, что однажды мы пересечем этот океан Субтитры добавил DimaTorzok Это всё не просто так Не бойся всматриваться во мрак Это всё не просто так Не бойся всматриваться во мрак Не бойся всматриваться во мрак Это всё не просто так Не просто так Не бойся всматриваться во мрак Не бойся всматриваться Не бойся всматриваться во мрак 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 Много путешествовали, давали концерты в основном за рубежом, в Западной, Восточной Европе. А потом я решила выпустить альбом на русском языке. И решила там быть главной. То есть по большей части писать максимум материала. И аранжировки местами, и вообще всё. И, соответственно, я сделала вот такую вот группу, где я лидер, и где я солист, и где за мной последнее слово. И получилась Ива проект. Год назад мы выпустили первый альбом, он называется «Пороки прекрасного». Сейчас мы уже выходим на последний круг создания второго альбома, но осталось уже немного, выпустим его скоро. Он будет называться «Не бойся всматриваться во мрак». Соответственно, вот такое трио. А потом я хотела, чтобы всё играло максимально вживую. И поэтому я нашла пианистку, потрясающую Алину, и виолончелиста Гошу, для того, чтобы заменить пэды Алину, чтобы играла клавиши. Ну, то есть, чтобы все люди играли вживую. Без темноты не видно света. Я не знаю, почему. Ну, потому что темнота — это неотъемлемое, даже не неотъемлемое. Это есть мы, наш мир, наша душа. Это не солнечный свет, это бесконечное пространство Вселенной, космоса. Необъятное, тёмное, отчуждённое для нас. Это неизведанность, откуда мы, где всё берёт начало и прочие вопросы. И это незнание, куда мы уходим после. И вот это всё я могу перечислять, на самом деле, долго. Даже, может быть, глубина наших душ. То есть, да, вот это всё ведёт меня всегда к этому мраку, который не является для меня чем-то негативным и каким-то пессимистичным выражением меня. Это другой мрак. Как происходит процесс сочинения, создания, придумывания? Откуда приходит вдохновение и как оно трансформируется? Как это вообще выражается? Во что превращается? Тоже такой сложный вопрос. Я даже не помню себя, которая бы что-то не писала. Ну, я думаю, что я просто пишу. Изначально я писала стихи, потом начала писать песни. Сначала как-то на диктофон и прочее, под гитару. Потом, на принципиально другом уровне. Но ты просто пишешь, потому что это ты. Я не знаю, наверное, ты, как и все люди другие, которые пишут, ты сублимируешь какие-то свои переживания. Но это твой язык жизни. Это не цель. Это не задача. Это не задание, которое ты сейчас ставишь. Это просто как то, что ты дышишь или делаешь какие-то другие логичные вещи. После того, как я сделала песню, создала песню, она проходит диагностику Антоном. Я всегда присылаю песню сначала Антону. Никому больше, никому из своих друзей или коллег. Только Антону. Потому что мы с ним, во-первых, мы с ним уже очень давно работаем. Мы познакомились с ним 10, даже более 10 лет назад. Работали в разных проектах. White Slaver и Вату, собственно. Вату тоже было в двух составах. Я ему доверяю больше всего. И плюс ко всему, по факту, он пишет больше. То есть, если, например, взять аранжировки, то Антонины аранжировки — это наибольшее количество. Понимаете, о чём я? И, соответственно, сначала это к Антону, потом уже к Паше, а потом к ребятам. Есть у вас какой-то любимый исполнитель? Один на всех. На всех? Ну, на всех, Элик. На земле один любимый исполнитель. Мы каждый. Да, давайте каждый. Элиот Смит. Ах ты! Это был мой. Значит, есть один на всех. Да? А, он на всех? Он не любит Элиот Смит. Наверное, сейчас больше симфоническая музыка. То есть, не солисты, а, скорее, симфоническая берлинская филармония. Также записи «Газка России», где я, собственно, работаю. Они очень даже неплохие. Ты будешь кричать в одну группу? Элиот Смит. Это неправда. У меня по-прежнему, как 10 лет назад, когда я только решил, что надо собирать где-то группу и делать, мне третий альбом «Портис Хэд». Это, мне кажется, вершина. Это чувствуется, да. И на третий альбом «Портис Хэд». Я люблю пианиста Кита Джаретта. Кита Джаретт. Мой любимый пианист. Я еще иногда слушаю бахрамджи. Ну, это так, чтобы потанцевать. Этническое. У меня довольно много разных любимых исполнителей. У меня больше всего близки «Блонд Редхэт» и «Кокто Туинс». Интересно, как ты управляешься со всеми этими штуками? Еще из гитары. Что ты вообще тут делаешь? Как это? Нет, технически, ну, у нас есть сэмплер, на котором находятся сэмплы ударных и плюс сэмплы всех клавиш и всего прочего. Им управляет секвенсор. Им управляет секвенсор, которым я управляю ногами, потому что я ему сделал модификацию, чтобы я мог переключать на нем паттерны и все прочее ногами. То есть, грубо говоря, ногами я управляю секвенсором, который управляет сэмплами в этой штуке. Ты педали сам сделал? Да, да. Я вот год, ну, год-полтора начал заниматься тем, что делаю теперь, педали эффектов. Только для себя? Ну, да, не для себя, да. Но для себя тоже. У меня весь борт тоже я сделал себе сам. Просто вот вокальный, например. Это слышно. Ну, в общем, да. Вокальная педаль, которую Иво поет, тоже я сделал. У тебя образование радиоэлектрика? Нет, вообще даже близко нет. А как ты начал всем этим заниматься? Ну, я люблю старое оборудование. Чем старее, тем лучше. Ну, в общем, я испытываю определенную любовь к этим железкам. Мне кажется, они такие одинокие, забытые, отчужденные. И, в общем, да, и проблема с ними, что они постоянно ломаются. И, в общем, я устал таскать их каким-то мастерам и всему прочему. И в какой-то момент понял, что мне надо самому с этим разбираться, иначе ничего хорошего из этого не выйдет. И так потихоньку, потихоньку, понемногу. Ну, разбирался просто со схемотехникой, электроникой и всем прочим. Где-то полтора года назад понял, что хочу делать что-то, ну, с нуля свое. Если бы вдруг вы оказались в статусе какого-то духовного лидера, то что бы вы сказали миру? Это копашное. Я бы пытался изменить существующий порядок в том смысле, что, как я вижу сейчас, по крайней мере, в западном обществе, руководящие должности в государстве занимают люди не по своим духовным качествам, а по каким-то другим качествам. И я бы хотел видеть мир, в котором руководящие посты будут занимать в первую очередь люди высокой духовности и нравственности. Я думаю, это дело не в конкретных людях, а в том, чтобы мы, в принципе, подходили так к этому вопросу. То есть, в принципе, для нас это было важным. То есть, для нас было бы важно, этот человек он про добро, про созидание и про гуманность, или этот человек про решение каких-то других вопросов. И я не хочу сказать, что одно нужно заменить другим, но я хочу сказать, что это как будто бы должно быть неотъемлемой частью. Круто, класс. Спасибо большое. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это была беседка в культурном центре «Белые облака». Ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии и поддерживайте нас на Boosty. Всем пока. Подписывайтесь на мой канал.